И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвэн, и на ваших экранах одна из небольших дополнительных историй для To The Moon, которую я почему-то не прошла в свое время. Но настал тот час, когда мы все-таки возьмемся за эти DLC, их две, но это даже не DLC, это просто такие бонусы. Special Holidays, или как-то так они называются. Их две штучки, это первое. В общем, без лишних слов. Доктор Волс, как я бы тебя скачала. Не знаю, почему я не прошла в свое время, честно говоря, эти дополняшки не ведаю. Ну, ты крут. Да, кстати, перевод сделан, скачен с Zone of Games, поэтому, если кому-то интересно, там можете найти, по-моему, кстати, толмачи, опять же, сделали. Могу ошибаться. Простите, если ошибаюсь. Не обратила внимания. Я так привыкла, что все переводы, которые я скачиваю, делают толмачи, что я могу сейчас ошибаться. Так, ну что... Ага, отлично. Давай, давай, доктор Уоттс, что-то ты мутишь. Сейчас не обойтись Еве позвонить, да? Привет, Ева. Ладно. Как тут управление? Так, господи, я уже забыла. Зайди в мой кабинет, мне кое-что... Нил, ты где? Совещание началось час назад. Что? И сам себя. Постой-ка, сегодня нет никакого совещания. Ага, и я не дурочка. Два раза за день, серьезно? Кроме того, это даже опасно. А что, если бы Тасс ударил меня по голове, не опрокинувшись? И ты сделала так, чтобы он ударил по голове меня? Ты не одно и то же, ты твердолобый. Ну, один раз я тебя уже разыграл. Прости за то, что дал тебе шанс сравнять счет. Если серьезно, загляни ко мне, я хочу кое-что тебе показать. Только дай мне сначала немного времени. Ну да, еще раз эту штуку поставят. Не хочешь пойти вниз на корпоратив, поздороваться со всеми? Может, позже. Если пойдешь, захвати и мне выпить. Нормально. Так, что-то мы можем сделать. Что это такое? Доктор Нил Волс. Его Розалин. О, давайте... Нет, подожди, не пойду. Как интересно. Мы первый раз здесь находимся, в их офисе. Прям ух! Не знаю, почему я не начинала до этого. Роберт Лин. Мы не знаем таких. Роксана Винтерс. Что-то из тех, доктор Волс рулит. Так, что-то она тут замедлилась как-то. Так. Здесь вроде как изучать-то нечего, потому что он ничего не подсвечен. А, нет. Дорогой дневник, сегодня я... Блин, я не могу просто оставить свой дневник здесь. Берку я его подальше, пока никто не увидел. О, она дневник видит, как мило. Так, хорошо. Так, а здесь... Надо вспомнить вообще. Здесь работает не только Enter, я надеюсь. Потому что с Enter-ом-то... Как-то тоскливо. Я, конечно, могу... Я не люблю просто в таких играх мышкой пользоваться. Я знаю, что она здесь есть, как бы, но... Это ж... Шотландец, что ли, Макмиллан. Доктор Лиза Васкес. Чё-то знакомая. Доктор Тайма Макмиллан. О, супруги. Доктор Эдди Дойл. А я могу вообще к ним зайти? Заперто. Тоже заперто. Так, а тут чё накалякана? Доктор Уборная. Зачем я могу к Доктору Уборной ввести? Могу. Правда, зачем мне это? А чё тут валяется? А, это типа подвешено. Ева, тебе не надо, нет? Почему здесь открыто, там закрыто? Там кто-то есть? Чудо из чудес. Ладно. Хорошо. О, как газануло. Я, конечно, могу съездить вниз, но я хочу к Нилу зайти. Эй, ещё ничего не готово. Простите. Чё это он там за компьютером делает? Ну ладно. Поехали. Кто-то подметает. Телефон? Что? Просто вспомнил. Не могла бы ты принести мне торт или что-нибудь выпить? Как ты узнал, что там будет торт? Торт есть всегда. Я его хочу. Так иди и возьми, я тебе не служанка. Ну так что? Нил? Я думаю! Слушай, мне некогда, я перезвоню. Слушайте, а ему там не больно ли стало, потому что музычка такая заиграла? У него же боли, помните? Какие-то. Я так боюсь. Вот честно, я так боюсь, что они когда-нибудь, знаете, вот сделают там второй эпизод, да? Вот Finding Paradise. Потом еще что-нибудь сделать. А потом все закончится тем, что мы будем выполнять последние желания Нила Уотца. Вот. Не дай бог. Вот. Я этого персонажа так люблю. Вы не убивайте его, пожалуйста. Я буду рыдать кровавыми слезами, я вам никогда этого не прощу. О, привет, Ева. Роксана Уинтерс. Рокси, ты в порядке? А? О, ну, мы вышли наружу, чтобы забрать кое-что из машины и... Ну, ты понимаешь. Снова они, да? Что ж, так всегда в это время года. Слушай, не говори остальным, ладно? Не хочу, чтобы из-за этого все были в напряжении. Может, там уже никого и не будет, когда мы будем расходиться. Надеюсь. Пошли и посмотрим, как там остальные. Ну да, там что-то их помидорами закидывают. Вопрос, почему? Может, не верят в их работу? Угу. Ну да, ладно. Мила все еще штырит там, либо что там с ним происходит, я не знаю. Я надеюсь... Ой, боже, я так за него волнуюсь, вы не представляете. Это один из моих самых любимых персонажей вообще. Вообще. У-у-у, бухашки. Профессор. Эй, Уиллис. Похоже, что Логан подкатывает к твоей даме. Подожди, что? Она никогда не денется. Ну не знаю, Уиллис. Логан поет словно ангел. Правда? Ах да, Уиллис, я слышала, он еще и прелестный танцор. Серьезно? На моей голове всего три пряди, но каждый хочет побить его на парковке. Ну хорошо, как по мне, вы все слишком сильно запутали. Так, слушай, ты мне не даешь нормально перемещаться. Привет, Ева. Привет. Как прошел последний выезд? Я слышала, вы, ребята, столкнулись с некоторыми трудностями. Все хорошо. Всего лишь бюрократия во всей своей красе. Но я сейчас стараюсь забыть о работе. У нас ее будет еще полно. Мы тут с Таймой обсуждаем наши вкусы касательно картин раннего стиля барокко. Они все хороши. Да, да, хороши. Ева, душа моя. Добрый день, Тайма. Знаешь, ты никогда не отвечаешь на мои письма про племянника, которые я присылаю тебе. Я прикрепила его фотографию и все такое. Ну, спасибо, но я просто не смотрела. Дело в этом мальчике, Ниле, не так ли? Что? Нет. А, племянник, в смысле? Ну, типа, давай, подруга. Смотри, у меня там внук. Или кто-то меня уже забыла. Смотри, какая хорошая. Я предупреждаю разделять личную и профессиональную жизнь. Ух ты, тогда есть веская причина, почему мой племянник подойдет тебе. Точно. Вы вдвоем будете жить счастливо? Вот я не люблю, знаете, когда начинают какие-то персонажи, скажем так, в твоей жизни, которые тебе постарше, так лет на 10 и более, начинают сватать тебе кого-нибудь. Убить хочу вообще. У меня таких случаев, в принципе, достаточно было в жизни. И меня время это бесит. Я не могу прям... Не лезь в мою постель, женщина. Ладно, не важно. Знаешь, что меня бесит, Лиза? Мы можем менять воспоминания, а я не могу сделать свои волосы не стойкими, как у Логана, не шелковистыми, как твои. Ну, да, это трагедия. Классный берет. Не знаю, что мне делать, Ева. Раз мы сегодня все в сборе, Эдди позволили выпить, но теперь он никак не замолчит. Может, ему просто нужен собеседник? Да, этого-то я и боюсь. Так, салфеточки. Нужно Нилу торт принести. Это важно. Слушай, я знаю, что сложно не думать об этом, но переживания ничего не изменят. Знаю, но... Каким было желание твоего последнего пациента? Что? О, ну, она мечтала посмотреть мир. И она посмотрела? Да, мы ей все показали. Я даже мельком глянула на места, где никогда не бывала. А она была так счастлива? Похоже, она была бы вам действительно благодарна за все, что вы сделали. Ты помогла многим людям, Рокси. Уверена, если бы они могли говорить, они бы тебя поблагодарили. И то, что сейчас происходит снаружи, не изменит этого факта. Думаю, ты права. Мне и правда лучше, когда я об этом думаю. Спасибо, Ева. Сейчас праздник. Не дай им испортить настроение. Угу. Так, торт. Бухло. Я не могу взять почему-то это бухло. А, вот торт. Видимо, на тарелке нужно брать. Да возьми торт. Не хочет брать торт. Почему? Бухляшка? Бухляшка? Как взять торт? Нилу нужен торт. Я обязана... Кстати, спасибо за то, что прикрыл вчера мои махинации с облигациями, Виллис. Я слышала, все прошло хорошо. С моей точки зрения, не слишком уж. Это был достаточно активный год, знаешь ли. Ты не думал взять небольшой, ну, знаешь, отпуск вместе с Таймой? За нас не волнуйся, у нас еще есть порох в пороховницах. Кроме того, некоторые пациенты предпочитают более опытных людей с большой практикой. Просто не забывай о себе, Виллис. У каждого есть свой предел. Ева, я спокоен, пока знаю, что когда настанет день, наша судьба будет в своих руках. Эй, не будь таким угрюмым. Так, мне кто-нибудь бухло для Нила даст? Он там скучает, ему надо. Нила снова окукливается в своем кабинете. Наверное, это самое подходящее слово. Окукливается. Это же надо запомнить такое, ты что? Такими стойками, такими стойками, что ношение шляпы было бы сокрытием оружия. Продолжаю мечтать, Сиди. Дай мне знать, если передумаешь насчет моего племянника, дорогуша. Он настоящая находка. Мне почему-то, кстати, кажется, что Ева и Нил потом замутят все-таки. И у Ева будет личный интерес, чтобы ему как-то сделать хорошо. Не в том смысле, а в том, что когда ему плохо за всем станет, по здоровью или что с ним там. Ой, я рыдать буду. Как тварь просто. Вот это напиток алкогольный? Понятия не имею. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Определенно алкогольный. Где Нил? Сидит в своем кабинете. Если честно, я не понимаю, что на него нашло. А вот я, кажется, догадываюсь. Похоже все как обычно. Хорошо тебе провести время, Ева. И тебе. Почему ты тут так просто стоишь? Даю глазам отдохнуть, вот и все. Бухло мне дайте. Тебе стоило видеть Виллиса, когда он был молодым. Что, зажеребец? Я правильно сказала? У меня, в общем-то, ощущение было, что нет. Так. Мне не дают бухло. Это плохо. Я, конечно, не пью, но Нил явно употребляет. Ему явно надо. Дайте торт. Дайте бухло. Что-нибудь дайте уже. Возьми торт, Ева, пожалуйста. Как тебе дядь? Я даже ничего не могу сделать. Так. Спасибо. Может, вернуться надо просто тупо сказать, что, слушай, иди сам. Отдохни немного, Ева. Ты это заслужила. Тебе стоило видеть Виллиса, ла-ла-ла. Так, все понятно. Хочу, чтобы они были такими блестящими, что пялиться на них было бы запрещено законом. Так стремись к этому, чувак. Слушай, если сможешь увезти отсюда, Эдди, я буду тебе должна. Не думаю, что на твоем поле может вырасти подобное семя. Он обиделся, похоже. Я все-таки могу его как-то? Что такое с Эдди? Выпил пол бутылки пива. Держится такой. За это самое. Так, жеребец, понятно. Отдохни, понятно. Ты что скажешь? Мне нравится хрустящий снег под ногами. Это как лопать пузыри на упаковке, только сапогами. Не могу дождаться чередного снегопада. О, ну наконец-то кто? Что? Господи, аллилуйя. Сударь. А, понятно. Так, что-то изменилось, наконец-то. Не выходи пока наружу, Ева. Знаю, Рокси мне сказала. Настойчивые мерзавцы. Похоже, они тут надолго. Так. Ты все забрал, что нужно? Ага. Аллилуйя, он звонит. Да? Все готово, Ева. Приходи, как сможешь. Ага. Так, мы торт будем брать с собой? Бухло? Бухло, торт. Он же сказал взять. Я же хочу отнести. Ну, Нил, ну почему ты не даешь меня отнести тебе что-нибудь? Что за беспредел? Ты мне что-то ново скажешь? Нет. Так, ладно. Поболтали с коллегами. Это что такое? Не рассказывай остальным, Ева. Может, они разойдутся. Думаю, да. Будем надеяться. Все хорошо, Роб? Я в порядке. Ага. Заметно. Некоторые из них совсем не знают приличия. Ничего, мы переждем. Понятно. Что-нибудь новенькое? Нет. Ты? Нет. Хорошо. Так, ты там держишься все еще, да? Хочу, чтобы волосы были такими пышными, что окружочек сносило бы с крыши. Проповедуй, брат. Бухи же хлам. Что еще скажешь за ней? Хочу, чтобы волосы были такие русые, чтобы вокруг бы собирались зеваки гнусные. Ага. Чтобы волосы были такими необыкновенными, что все люди вокруг трепетали бы. Ты считал, Белоснежку? А ищи шелковистыми, чтобы когда вырастет целое полотно, им можно было торговать по всей Азии. Твоя голова не сад, чувак. Хочу, чтобы волосы были такими гладкими, что можно было бы провести по ним рукой вверх и не разглаживать потом. Аминь. Я хочу, чтобы мои волосы были такими могучими, что рядом со мной преклонялись бы даже львы. Шея всегда будет в напряжении, зато волосы будут немного кудрявыми. Я бы хотела, чтобы мои волосы были так... Были так революционные, что смогли бы победить на выборах. Ха-ха-ха. Я хочу, чтобы волосы были такими божественно мягкими, чтобы ангелы пели, когда я снимаю свой берет. А еще, чтобы они были так величественные, что дрессировщики лошадей пробовали бы их обуздать. Он же просто молчит. А еще хочу, чтобы волосы были такими дикими, что их надо было бы укращать, несмотря ни на что. Я хочу, чтобы волосы были такими густыми, что люди в них могли потеряться. Я хочу, чтобы моя голова была вся в волосах. Это круто. Хватит, Эдди. Я думаю, тебе стоит остановиться. Эх, нет, неправда. Все, это финал. Ладно, идем к Нилу. Моему хорошему Нилу. Ой. Сейчас. Ой. Я боюсь за Нилу вообще. Не представляете, насколько. Я прям предвкушаю жопу какую-то в отдаленном будущем. Меня это пугает. Не расстраивает. Напряженная музыка. Так, он там в моем кабинете ничего не нашуровал, пока меня не было. Или нет. Закрой дверь. Эм. Зачем? Затем, что компьютер можно использовать только для работы. Помнишь? Если Роб увидит, то скажет, снова отныниваешь Нилу. Брррр. Тх. Что это? Вот, садись. Помнишь? Пожалуйста, скажи мне, что ты сам его сложил. Расслабься, их там были сотни. Да и не похоже, чтобы Лили с детьми нашла им применение. Ну, если кто-то не помнит, это кролики, которых делал Ривер. Оригами. Бумажные кролики. Ну, тебе-то он зачем? Чтобы разбудить твои воспоминания, например. А теперь запускай программу. Не знаю, хочу ли я. Ох, да ладно тебе, я так старался. Игру сделал Нил. Нажмите Enter, чтобы начать. Что? Та-да! Это же просто-напросто неуважительно. Как будто бы Татамун сделал он. Музыка даже играет. Да ладно тебе, видеоигры вид искусства. Они давным-давно утверждены законом. Да, но из-за этой игры закон могут отменить. Говори, что хочешь, Ева, но ты ведь еще даже не поиграла. Давай, попробуй. Машинка, которая в дерево врезалась. Что происходит там? Это я наверху, что? А, это магия. Ой, бургость. А, это первая момента, зонтик. Ой, не могу. Это типа вот эта гора, да? Мы сейчас... Это что там такое? А, это злая Ева, типа того. Припоминаешь? Это когда она нам козни-то строила. Так, эм... Жуськи. Так, еще злая Ева. Так, понятная. Давайте возьмем Жуську. У нас будет их больше. Или это нам бы восстановило, не важно. Так, я теперь могу выбрать путь, да? Хе-хе-хе. Я не могу просто. Так, ну, в любом случае надо... Тихо. Сперва сюда. Ух! Ух! Хе-хе-хе. Ой, мама. Ой, господи, пугаешь меня. Что ты делаешь со мной? Ху-ху! Ты молодец! Так, хорошо. Подожди, я там еще... Там... Там слева. Там ривер с уткой. С утконосом. Ай-яй. Че-то сложненько поперло-то. Че тут? Ой, ешкин свет. Ух! Ух! Уху! Уху! Хе-хе-хе. Ладно, первый раз задела. Че тут жесть происходит как-то. Да... Ой, оливки. Хе-хе. Берем. Только не оливки. Милых не любит. Мы их не будем есть. Берем. Так, мне куда? Налево? Направо? Куда мне? Че я здесь хожу вообще? Так, до сюда. Уить? Ага. И че? Зачем я еще пришла сюда? Ладно. Злые зомбиевы! Насколько я помню, да? Так. Зачем? Надо понять, как они двигаются. Так. Пошла отсюда. До свидания. Ой, ёшкин цвет. Ой-ё-ёй. Хе-хе-хе. Жизя! Не буду ее, наверное, брать. Вот ведь какая, а? Ох, ты же еперный. Ладно. Мы попробуем это осилить. Нет, не получится. Нет, получится. Все нормально? Все под контролем. Это оливки. Злобные оливки. Ой. Ой-ё-ёй. Хе-хе-хе. Ой, упоротость. Не могу. Так, я хочу жизнь. Маленький ривер. Мы продвигаемся. Ой. Лежи. Интересно, какова продолжительность у этой игры? Хе-хе. Просто любопытно. Так, кнопушка. Так, уж жизнь кидает. Подозрительное что-то вообще. Интересно, мы будем играть, пока мы не проиграем? Либо пока мы не дойдем до финала, да? Ну, скорее всего. Ой-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ой, прям миллиметраж. Так, а что тут? Подожди, а что там? Слепая зона тут есть? Не вижу. Вроде как не очень. Ай-яй-яй. По-моему, выбрала сложный путь. Там наверху что-нибудь есть? Не могу понять. Ща проверим. Я куда-то иду. А, вот черт. Подстала. Хотя не, нормально. Все как надо. Я тоже делал подобные игрушки, когда был в твоем возрасте. Упс. Все смотрят. Что за... Как мило. А вот эта летающая голова, это ты, Нил? И давно вы, ребята, тут стоите. Похоже, ты тут опять отлыниваешь. Ой, я же говорила, что он так скажет. Выметайтесь из кабинета. Это мое личное пространство. Кыш, кыш. Видишь, Ева? Вот что происходит, когда не закрываешь дверь. Неплохо было бы размять ноги. Только сейчас понял, что ты не принесла выпить. А ты пока можешь поиграть. Нам прям реально надо дальше поиграть. Тири-тири-тири-тири-тири-тири. О! Подожди. Я так не играю. Это... Нормально? Так, я боюсь вниз. И сейчас полетит оттуда. Ну, я тебе же говорю. А чё я жмяку вообще? Зачем? Допустим. Так, и куда мне? В какую сторона? Ладно. Лиже. Ладно. А, здесь вообще ничего нет. Стережнее. А почему он не накапливается? Ведь это меня расстраивает прям вообще. Пожалуйста. Выдвигаемся. Жизя. Чёрт. Ну ладно. Так, даю джизю. Подозрительно. Ты подстёбываешься? Должна это запомнить? А, нет. Всё нормально. Подозрительно. Что это было вообще такое? Ладно, неважно. Я вполне возможно буду чуть-чуть не подпадать в музыку, но это эффект бандикам. Он немножечко запаздывает. Поэтому уж простите. Кому будет резать слух? О, смотрите. Мы как будто бы пришли, да? Хикарно. Ну, где эпическая развязка? О, боже. Сейчас босс. О, да. Я не победю. Честно, нахрен. Это не я двигалась. Это само. Нафиг. Не хочу я вот играть, да? Чё-то было так уж, да? Эй, Ева, ты что? Ну, бедный Нил так старался. Зачем? Ой, нет. Чё у тебя тут есть вообще? Ну, очевидно, что он неровно дышит к Еве. Не на сто процентов, может быть, но она ему нравится. Это было видно по финалу ТЗМ. Дневник сейчас ее найдем. Может быть. А может, я его пошла все-таки за бухляшкой, может ли, что-нибудь там, не знаю, отблагодарить, чтобы как-то за игру, я не знаю. Хотя, вроде ей не очень понравилась сама идея чего-то подобного. О, подожди. А, здесь тоже доктор уборная, да? Нет, доктор Логан Боссов. Заперто. На заднем плане шум вот этот вот подозрительный. Подожди, давай сюда сходим. Вдруг тут чё есть? Нет. Нил, давай. Не пугай меня только никакими вещами своими. Жови, да... Не, да, досиди. Я не думаю, кажется, что нас тут будут как-то вещами какими-то стращать. Так, а чё скажешь? Я слышала, ты играла в какую-то игру в своем кабинете. Это так? Слухи, не более. А куда делись остальные? Вилли, сытая, мы ушли домой. Насчет Роберта я точно не знаю. Я удивлен, что никому здесь пока еще не позвонили. Хорошо, вот так вот просто спокойно пообщаться. Ну да, мы уже откладывали корпоратив из-за того, что Лизу Эдди вызвали на прошлой неделе. Но ты все равно не спустился, чтобы потусываться с нами. Их, ты... Торт, бери торт. Нила. А потом ты закричала, мои волосы! Я их чувствую! Ого! Никогда больше не выпью ничего. Больше гладко пива. Снял берет? Уф. Извини за то, что произошло. Эм, что произошло? Тебя здесь не было? Хорошо, хоть кто-то не видел. Псс, Нил. Что торт? Это все, что я вижу. Ищешь Еву? Да, как ты узнала? Я видела ее в зале, она чем-то огорчена. Подожди, почему ты думаешь, что это я виноват? Ну, когда я смотрю на твое лицо, я чувствую, что ты бы меня сильно бесил быть моим напарником. В хорошем смысле? Да как-то вообще может быть хорошо. Забудь. Слушай, спасибо за информацию. Пойду посмотрю наверху. Торт. Торт забери. В зале? Ну, пойдем. Чем она там расстроена? Офига вообще. Сейчас что-то будет. Так, новая локация. Хорошо. Цветочек. Так, ладно. Может, она сейчас скажет «Раз ты делаешь такие игры, может быть, те люди, которые кидают в нас помидорами, они правы. Мы сволочи». Ну, это вряд ли. Но, Ева, ничего случилось. Слушай. Ты не закончила игру. Я достаточно прошла. Только не говори, что ты расстроена из-за зомбиев. Ты же сама их сделала, разве не помнишь? Это же просто шутка. Да брось. Я бы спросила, с каких пор ты такая обидчивая, но... Ну, ты понимаешь. Подойди сюда, Нил. Ударишь меня? Я занимаюсь... Занимаюсь кара-кун-фу, ты же знаешь. Говорю тебе, мои руки словно молнии. Даже я себя не контролирую. Ого. Рекордное сборище, не так ли? Рокси сказала, они здесь с самого утра. Полная самоотдача за просто так. Когда я устраивалась на работу, думала, что меня будут уважать исполнение, желание и все такое. Но те, кто нам благодарны, уже мертвы, а те, кто нас поддерживают при смерти. Может, тебе не нравятся мои методы, но я все делаю для своих... Я все делаю для своих пациентов. И для твоих тоже, чаще, чем хочется. Ради того, чтобы твою глупую задницу не выперли. Да, ты молодец. Это целый подвиг. Думаешь, они правы? Что? Все эти люди. Они стоят за то, что, по их мнению, правильно. Ну, я надеюсь, что они ошибаются. Ну что уж там, у каждого свои убеждения. Да, их много, но не забываю, что и на нашей стороне немало людей. Помнишь, Лили? Они не откровенны с нами, ведь те, кого все устраивают, обычно ни о чем не волнуются. Но нам стоит помнить, что они есть. Помнить каждого пациента, что мы посетили. Помнить, какие усилия мы прикладывали, как они покидали этот мир с улыбкой на измученном лице. Иногда, вот это минутное мгновение счастья, то, ради чего мы все этим занимаемся. Все этим занимаемся. Ты что, пьян, Нил? Эй, я просто перефразировала чушь Боба. Перестань. Ну, послушай, если нас спросит, есть ли нам какое дело до пациентов, до клиентов. Думаю, есть, хотя на малую долю в тот самый момент. За секунду до смерти. Этого тебе достаточно? Иногда я в этом не уверена. А что насчет тебя? Ты счастлив на своей работе? Ну, я счастлив хотя бы потому, что мы рубим бабло. Не знаю, как у тебя, а у меня просто крышу сносит. В Бакале я такой говорю, черт, нужно отдать пять центов за пластиковый пакет. Да вот вам четвертак. Вот так я и живу, детка. Очки пафосно надел. Как в аниме, да? Знаешь, игра, которую ты сделал, она не так уж и ужасна. Я весь внимание. Ну, то есть, графика, конечно, древняя, слабый геймплей, но... Я удивлена, что ты все еще помнишь про Джонни и Ривер. Да, извини за зомбиев. Но, эй, ты должна пройти до конца. Все зомбиевы собираются вместе и становятся героями, которые все исправят. Это правда? Абсолютно. А еще там всякие фейерверки, помпоны и о Джонни Ривер скандируют твое имя. Хм, думаю, тогда стоит ее допройти. Стой, 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 давай не будем торопиться. Игра никуда не убежит. Ты можешь ее пройти через одну, нет, две недели, чтобы он это доделал. Алло? Спасибо за скидку, но нам сейчас не нужна элитная уборка снега. Зашифруй свой номер телефона, это избавит от большинства рекламщиков. Просто шутка, нам только что позвонил пациент при смерти. Подожди, что? Вас понял, мы скоро будем. Ты серьезно? Да, давай, нам нельзя опаздывать. Нельзя шутить с такими вещами. Ты серьезно? Нил! Я не понимаю, а как бы почему этим людям так не нравится, что стариков и вообще тупо умирающих людей делают счастливыми? Что за эгоизм-то? это нарушает их права или что? Они же сами это заказывают. Я не понимаю просто вообще. Вот просто если на секундочку представить, что это все правда, да? Что творится в головах у этих дебилов? Уж простите меня за мой французский. Слушайте, отличный, отличный эпизод. Сейчас сразу же возьмусь за второй. Нил радует. Я за него вообще просто болею. Ну, Розалин, Ева Розалин, она как бы ближе к стандартным персонажам в данном плане. Она, конечно, личность, я ничего не могу сказать. Все замечательно. Но Нил, он как-то поживее, что ли. Что-то вот... Он вроде такой дебил-дебилом, да? А в то же время он что-то какие речи толкает. Классный персонаж. Один из любимых, повторюсь. Я очень надеюсь, что его не убьют вообще никуда. Бёрд Стори у нас, кстати, уже пройдена на канале, кто не знает. Теперь вы знаете, вы можете посмотреть. Фу, я прям что-то перенервничала под конец. Нил, что ты делаешь со мной? В общем, вот такая вот небольшая дополняшка к Тотому. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх, мне будет приятно. И, в общем-то, в ближайшем времени выйдет, может быть, даже завтра. Не знаю, посмотрим. Выйдет второй эпизод, вот этот Холидейс, их же два. Я, как всегда, в самый последний момент, когда их 10 уже наклепают, тогда я и пройду, что называется. В общем, надеюсь, что вам понравилось, что делать все знаете. И всем огромнейшее спасибо за то, что были со мной, за то, что посмотрели и вообще поддержали, если вы это сделали. Вот. И, в общем-то, увидимся в другом спешл Холидейс. И если вы не смотрели то The Moon на канале, обязательно посмотрите. В общем, все. С вами была Севн, всем удачи и пока-пока.